Почти месяц мы рассказывали об основных территориях национального проекта «Жилье и городская среда». Это 37 точек Барнаула, которые нуждаются в преображении. От массивных аллей исторического центра до небольших скверов спальных районов. Например, в зеленой зоне драмтеатра нужны фонари. Площади на Лазурной, зеленые насаждения, аллеи имени Шукшина, лавочки. Здесь очень много гуляют пожилые люди и дети. Очень бы хотелось, чтобы она преобразилась и асфальтирование, дополнительные лавочки, скамейки появились. Потому что действительно это людям не хватает. Освещение, конечно же. Мест, которые вызвали наибольший интерес барнаульцев, судя по предварительным данным голосования, три. Это бывший парк имени Ленина, Сиреневый бульвар и Демидовская площадь. Какая из территорий получит шанс на глобальное преображение в 2024 году, узнаем после 31 мая. Очень активно в этом году барнаульцы голосуют. У нас более 60 тысяч голосов на сегодняшний день. И говорить о каком-то конкретном лидере пока рано. Потому что каждый день нос к носу. Это может быть парк имени Ленина, это может быть Сиреневый бульвар, либо Демидовская площадь. Если тройка лидеров не поменяется, то можно представить, какие преображения их ждут в случае победы. В бывшем парке имени Ленина построят тротуары и дорожки, детские спортивные площадки, установят освещение. Но главное, обновят зеленый фонд. Проект благоустройства Демидовской площади предусматривает озеленение, пешеходные дорожки, появление уличной мебели, ограждения по периметру. А Сиреневый бульвар, ремонт асфальта, детских и спортивных зон, оформление скамеек и освещение в едином стиле. Но еще есть возможность проголосовать за ту территорию, которую хотите видеть благоустроенной именно вы. Есть несколько способов. Мы предлагаем жителям Барнаула отсканировать QR-код и на страничке за.городскаясреда.ру проголосовать посредством авторизации через портал госуслуги, а также с помощью нас, волонтеров по подтвержденному номеру телефона. Участие в голосовании могут принять все барнаульцы в возрасте от 14 лет до 31 мая включительно. Мария Мацаева, День с толком.